Всем доброе утро! Прежде чем я начну сегодняшний влог, хочу вам посоветовать интересный хороший канал. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Описание я оставлю под этим видео. Всем привет! Меня зовут Лида. Я живу в Германии, замужем и у меня трое детей. Двое из них подростки. Кому интересно, как я справляюсь с этим, и кому интересно, как наши живут в Германии, тогда заходите на мой канал. Я буду рада новым подписчикам, буду рада новому знакомству. Я вам покажу, как мы путешествуем, что я готовлю. Всем желаю счастья, любви, здоровья, благополучия. Всем пока! Всем доброе утро! Я подстриглась. Теперь у меня короткая стрижка. Мне кажется, очень даже неплохо. А вам как? Пишите. А то я в последнее время все с длинным да с длинным. Вроде бы неплохо. Потом еще покрашусь, и будет здорово. Вот. А, красота! И забыла показать вам свои ноготочки. Мой маникюр такой блестящий. Красивый, светленький. Все, поболели, выздоровели. Теперь нужно работать. Так что еду на работу веселая, с хорошим настроением. Начинается мой сегодня рабочий день. Ого! На улице мороз какой. Ну, хорошо, что мне не нужно ее кратцать. Ой, кошмар, как холодно. Сюда. И на окна. На лобовое и на заднее. Сейчас будет отогреваться. Здесь такие маленькие штучки. Видите, цик-цак? Ой. Вот такие вот. Это машинные батареи. Не знаю, как это называется. В общем, сейчас оно будет отогреваться. Мне даже камера, по-моему, сбоку маленько запотела. Ну, давай, отогревайся, машинка. Ну, все, теперь можно ехать. И заднее так же. Все, красота. Приехала рано. Сейчас зайду в Дайхман. Обувь посмотрю. Сразу надо вдохать. В общем, пришла я с работы. Приготовила себе бананы и яблоки. Хочу нарезать и мед туда добавить, орехи. И такой у меня будет ужин. И хотела сказать, что не каждый заметил, что я подстриглась на работе. Две коллеги даже не заметили, что я волосы подстригла. Мне казалось, с такой длины до вот такого вот каре заметно. А вообще, знаете, я вообще насчет волос не заморачиваюсь. Вообще. Я абсолютно спокойная. Если плохо покрасили, можно перекраситься. Если сильно, коротко отрезала, они отрастут. Я к этому спокойна. Волосы-то такие, это не зубы. Они, зубы не вырастут, а волосы с этим как-то я поспокойней. И вот что я заметила. Ну, наверное, сейчас меня поймут только те, у кого длинные волосы. И они их обрезали с такой длины на такую короткую. Вот те должны меня понять. Вот когда длинные волосы, да? И когда их отрезаешь, потом как-то чувствуешь себя, знаете, как будто вот с тебя кусок грязи какой-то вот сняли. Вот такое ощущение. Так тебе потом легко, так свободно становится. Вот правда вот говорят, если что-то хочешь изменить, отрежь волосы. И вот вроде бы ничего такого не произошло у нас. Просто то, что я их обесвечивала, у меня кончики были испорчены. И думаю, все, хватит мне. Белый хорошо цвет, но нужно их маленько восстановить. И вот когда она мне их обрезала, я пошла в душ, искупалась, там маленько что-то подкрутила, чуть-чуть, чтобы лежали хорошо. Блин, думаю, так легко стало, как будто у меня волосы были такие тяжелые. И как-то внутри как-то так стало спокойно, хорошо. Не знаю. Ну, понимаете, о чем я хочу сказать? Мне кажется, такое бывает у людей, которые вот носят длинные волосы, а потом их обрезают. Не знаю. Мне почему-то было вот именно вчера так. Не знаю. Ну, в общем, мне нравится. Я последний год ходила с длинным волосом, а вообще моя прическа всегда вот такая вот была. Ну, может быть, чуть-чуть подлиннее. Ничего. И хотела сказать, что мне еще с горлом что-то, еще не совсем, что ли, выздоровела. В январе мы идем на юбилей. Юбилей 50 лет. Ну, там не такой будет юбилей, знаете, где бабушке. Там еще бабушка всем жару даст. Женщина 50 лет, но еще, знаете, такая вся в цвету. Такая боевая, шустрая, короткие платьишки, в общем. И у меня уже думки, что мне одеть. Перевернула весь свой шифонер. И вот выбрала два варианта. И в следующем видео, наверное, посоветую с вами, что одеть. Потому что сейчас уже поздно. Я делать это видео не буду. А вот в следующем видео обязательно вам покажу. И вы будете смотреть, что и как. И давать мне советы. А сейчас я нарежу себе фрукты с медом с орехами и поужинаю. А потом будем спать ложиться. Сижу в Амадзоне. Смотрю обувь. Потому что у нас в Дайкмане вообще ничего нет. А здесь хотя бы с 35-го. Ну и еще меньше, конечно, тоже есть. В ОТО смотрела там. Ничего не нашла. А здесь, не знаю, девчонки, выписывали вы здесь обувь или нет? Я еще с Амадзон ни разу не выписывала. И цены прям какие-то смешные. Не знаю, вот куда я. 24 ОИРа. Что-то как-то смешно. Я вот эти вот себе отложила. Отложила. Как раз. Ну, вот эти бежевые. А есть разных цветов. Потом... Потом какие еще. Потом вот эти вот. Тоже 35-й. Хочу заказать вот эти. И черного цвета. Я здесь пару штук себе нашла. У меня... Они вроде бы мне нравятся. А вот цены смущают. Как-то уж чересчур дешево. Потом вот такие вот. И... Такие тоже черные. Цена 17. Ну, прям смешно. Вот такие вот. Они зеленые. Черные. И... Как типа военные я еще хочу взять. Вот такие вот. Не знаю. Мне кажется, ничего. Даже на работу можно надеть. Но я не знаю, как здесь. Деньги снимаются сразу. Потому что... Амадзон я начала недавно выписывать. Там... Вещи. И вот, например... Для моей цепочки. Совсем недавно. А вот обувь... Как-то мне страшно здесь выписывать. Не знаю, почему. Как вот с отправкой, если не подойдет. Я вообще постоянно все заказываю с ОТО. Если мне что-то нужно, я залезла туда и там посмотрела. Я там уверена на 100%. Потому что я там... Ихняя кунда уже очень-очень давно. И даже иногда беру с цаль паузы. Например, на 3 месяца, по-моему. Да, на 3 месяца берешь. А потом плотишь. И тоже очень выгодно. Если большую закупку делаешь. Я, кстати, в другой кофте. Не в той кофте, которую меня забраковали. Хотя... У меня рядышком. Девчонки, ну она такая мягкая. Такая... Я в ней, между прочим, и сидела. Я ее потом сняла. А то так получилось, что последние 3 видео я в ней делала. И такое ощущение, как будто я всю жизнь в одной и той же кофте. Нет. Конечно, под кофтой футболки меняются. А дома я эту накидываю сверху. И тепло, и хорошо, и уютно. Еще знаете что? Я слышала, что с января месяца будут дорогие путевки в Турцию. На целых 30%. А мы всегда заказываем в январе путевки. Что-то как-то... Дороговато. Я вот сейчас, когда обувь искала, просто не собиралась ничего заказывать. Просто зашла... Ну, вот где... Туры всякие. На нас троих. Хороший отель Турция. 11 дней. Не как мы обычно делаем 2 недели. 11 дней. 3,200. Я так посчитала, если плюс 30... Ну, да, плюс 30 пациентов. Ну, для Турции это дороговато. Не стоит Турция таких денег. Хоть это для меня самый лучший отпуск. Но Турция не стоит этих денег. Все равно. Лучше можно поехать куда-нибудь подальше, где море почище. Не знаю. Кто-нибудь слышал такую информацию? На самом деле это или нет? Даже не знаю. Ну, все. Теперь точно мы пошли спать. Обувь посмотрела. Буду думать, заказывать я и буду или нет. А то я сегодня спать не соберусь. Я так уже в полушепотом разговариваю. Ромка спит. Ему на работу сейчас скоро уже вставать. Мы только спать будем собираться. А он уже на работу будет вставать. Так что всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...